Еще пример, такую тоже очень элементарную вероятность, это тоже задача, проходящая из порядка приложений, очень такая задача непростая, но она прямо естественная. Вот, смотрите, разделили на две группы пациентов, группа А и группа Б. Эти группы не обязаны быть одинаковой длины. Теперь одни получают лекарство, другие получают плаценту. Вот конфеты, им говорят, что это лекарство, а на самом деле это плаценту. Причем ситуация иногда бывает очень замаскированная. Бывает, что эксперимент ставится вслепую, и если врач не знает, какое лекарство дает, то есть он не знает, кому он назначает плаценту, а кому он назначает настоящие препараты. Это делается для чего, чтобы врач говорил о том, где объективно лучше стало пить, не имея в виду, что он кому-то дал конфеты, а кому-то настоящий лекарство дает. Но бывает даже двойной слепой контроль, когда экспериментатор на самом деле не в курсе, кому кому дается какой лекарство. Не только врач, но и тот, кто сам исследование проводит не в курсе, чтобы никак никакие входящие не влияли на данные. Вот давали так, получили какие-то результаты. Какие-то числа, скажем, я не знаю, артериальное давление изучалось, вот получились какие-то значения здесь и здесь. Скажем, пусть здесь два человека, а здесь для простоты три человека. Получились числа. Теперь хотят сказать, есть ли отличия между теми, кто принимал препарат, и теми, кто принимал конфеты. Вот можно установить эти отличия или нет. Ситуация ужасная, потому что людей мало. Вот я могу даже историю рассказать, я когда ввел статистику у медиков, то мне когда подошла коллега, которая занимается медициной, и говорит, вот вы знаете, вы же преподаете статистику, ведете примеры. Она говорит, вы можете вот помочь данным описать? Я говорю, а что случилось? У нас, говорит, было четыре мышки. Та и помимо. Вы можете сделать статистически обоснованный анализ того, что произошло? Значит, было четыре мышки, та и помимо. Но нельзя сделать анализ, этого мало. Это безумно мало. Большинство тестов, которые используются, они работают, начиная от ста и выше данных. Это не потому, что не умеют, а потому что объективно так устраивает для жизни. Вот. Но для маленьких вот этих вот выборов, для маленьких таких наборов данных, для них вот как раз удивительным образом работают вот такие наимные. Это называется непрометрический тест. Вот такой подход, как TestVision. И вот здесь мало данных, но я искусственно сделал мало, чтобы могли с вами что-то посчитать. А вот надо понять. Что же делать? Ну, считаем так, что где, ну, что значит числа отличаются, что показатели отличаются? Ну, например, у одних там значение меньше, у других больше. Ну, уровень сахара ниже или выше, давление ниже или выше. То есть нас интересуют ставленные цифры, значимые больше или меньше. Что делать? И вот все эти числа скидывают в одну кучу. И присваивают им порядковые номера. Расставляют их от самого маленького до самого большого. Можно, конечно, выводить, что числа могут совпадать. Но в жизни это бывает. Но r, это значит, что надо было просто поточнее померить. Вот будем считать, что числа разные и вот как-то распределились. Дальше берут самую маленькую кучу и считают сумму числа. То есть здесь получились какие-то числа. r1, r2. Это называется рамка. И считают сумму. r1 плюс r2. Когда эта сумма будет свидетельствовать, что есть отличия этой группы от этой? Когда эта сумма большая? Если эта сумма достаточно большая, то, значит, туда попали значения большие. Понятно, да? Я считаю, что это очень крупный анализ. Но, тем не менее, если эта сумма достаточно большая, то, наверное, так не могло случиться случайно. Что нельзя думать, значит, какая альтернатива, что значит нет воздействия. Значит, что произошло следующее? Был мешок. В нем лежали числа. 1, 2, 3, 4, 5. Вы из этого мешка вытащили два числа. r1 плюс r2. И посчитали их сумму. Вот, например, у вас на практике получилось 8. Какова вероятность получить это значение случайно? Вот в этой значке, какова вероятность, что вытащенные числа, два числа, в сумме дадут 8. Это обычная задача, как будет совершенно хорошо. Да, вот знаете, как можно получить 8 из этих чисел? Только как-то и плюс 5. Согласны? Такой вариант 1. А сколько всего способов вытащить два числа из 5? 10. Значит, 1, 10. Ну, давайте так и с тестом Фишером посмотрим еще более худший вариант, когда сумма получилась 9. 9. Как можно получить? 4 плюс 5. То есть это тоже один способ. Правильно? Еще плюс 1, 10. То есть вероятность того, что получится такое значение или больше, 2 десятых, 1,5. Да? Ну, а теперь опять рассуждения точно такие же. Если для вас 1,5 это уже маленькая вероятность, то вы можете сделать вывод, что это не могло быть случайно. Формализуется это в теории вероятности так. Вы, что вы делаете по факту? Вы проверяете гипотезу. Значит, у вас гипотеза, что отличие есть. Это что за гипотеза? Что не могло так произойти случайным образом. Да? Значит, альтернатива, что нет. Это было просто случайное распределение. Как-то числа поменялись, но это нельзя признать, что есть какое-то отличие. Как эта проверка происходит? Выбор уже с этими двумя. Берется некая величина с таким свойством, скажем, что ее большие значения свидетельствуют против случайности. Так? Дальше смотрим. Вот в вашем случае получилось какое значение? Получить такое и большее. Вероятность этого маленькой... Если маленькой, то можно считать, что это было не случайно. Что вероятность того, что это произошло случайным образом, она мала. Скорее всего, это какое-то воздействие. Видите, какие слова? Скорее всего, может быть. Но эти слова, на самом деле, в чем-то честны. Потому что, если вот мы, получив эти результаты, объявим, что наше лекарство работает, то мы ошибемся в какой вероятности? Одно-пятое. Понятно, да? То есть в одном случае из пяти мы будем неправы. Я считал, что на практике, конечно, вероятности значительно меньше. Одна сотая, одна тысяча, в зависимости от того, чего это нужно. Вот. Вот это тоже критерий, который называется критерий мануитний. Рандумы критерий мануитний. Тоже основа на элементарной совершенно задачи по теории вероятности. Выбираются из мешка числа, какая вероятность, что они имеют за одну сумму.